Хотите встать во главе Tesla Motors? Давайте обсудим. Сегодня бронированные автомобили на дорогах принадлежат компании Tesla Motors. Да, это электромобили, за которыми, несомненно, все будущее. Tesla Motors занимает лидирующее положение на этом рынке. Tesla – это бренд класса люкс. Цены на автомобиль начинаются от 40 тысяч долларов и доходят до 200 тысяч долларов. Насколько выгодны акции Tesla в вашем портфеле? Может вам не только автомобиль приобрести, но еще и акции самого производителя? Давайте посмотрим на график. Акции Tesla Motors торгуются по цене 196 долларов за единицу. В движении цен наблюдается волатильность. Недавно акции торговались на уровне 250 долларов за единицу. А несколько лет назад цена на акцию Tesla Motors составляла лишь 30-40 долларов. Чем вызван такой успех компании? Она начала продавать намного больше автомобилей, чем рассчитывали. Все началось со 100 тысяч автомобилей в год в 2010-2012 годах. А на следующий год прогнозируют продать 180 тысяч автомобилей. Это означает большой скачок в росте компании Tesla Motors. Хорошо ли это? Да, это хорошо. Но есть и негативная сторона. Tesla Motors каждый день необходимы огромные объемы наличных средств. В компании постоянно отрицательный поток наличности. Поэтому вы изначально покупаете нехватку ликвидности. Как они покрывают эту нехватку? За свои акции покупают компанию по производству солнечных батарей SolarCity. Теперь она также находится во владении мистера Маска, основателя Tesla Motors. Это нечто вроде брака между двумя компаниями и Маска. Выгодно ли это акционерам? Нет, не выгодно. Мне кажется, что корпорации, особенно те, которые полагаются на внешнее финансирование, должны воздерживаться от такого рода сделок. Какая идея лежит в основе компании? В будущем они хотят производить миллион автомобилей в год, что даст им 1% мирового рынка автомобилей. Будет ли это успехом для Tesla Motors? Несомненно. Акции компании будут торговаться на уровне, превышающем 200 долларов за единицу. Проблема в том, что компании постоянно не хватает наличных средств. Также, если вы едете из Нью-Йорка в Калифорнию, нужно сразу же подумать, где искать подзарядку. В принципе, все есть. И наличные средства, и беста для подзарядки. Вопрос в том, подходит ли вам Tesla для инвестиционного портфеля. Я лично считаю, что Tesla – это прекрасный автомобиль, но акции самого производителя я не хочу покупать по цене, которая в 80 раз превышает прибыльность. Я не хочу привносить отрицательный денежный поток в свой портфель. Также сомнения у меня вызывает руководство компании. На этом наш выпуск инвестиционный консультант подошел к концу. С вами был его ведущий Мэтью Стивенсон в сотрудничестве с Тукаскопи ТВ. Помните, деньги могут позаботиться о вас, но не могут позаботиться сами о себе. Субтитры создавал DimaTorzok